Друзья, мы начинаем очередное заседание клуба «Улица правды». Сегодня мы начнем с доклада Михаила Леонидовича. Хотел сказать пару слов. Можно, можно. Я хотел сказать, что, к сожалению, я не увидел в наших средствах массовой информации, в наших пропагандистов, замечательных, адекватного ответа тому, что было сделано по поводу суда в Гааге. То есть это предъява на таком блатном языке. То есть это заход на руководителя страны. Это попытка десакрализации руководителя страны. То есть отвечать на это нужно. И ответ должен быть адвокватный. То есть нужно ударять по самому больному месту той страны. По сакральной власти той страны. А именно по королю Карлу Третьему. Нужно совершенно четко везде именовать, что король убийца. Король убил свою собственную жену. Король ведет аморальный образ жизни. Женат на разведенной женщине, которая низкой семейной ответственностью. У короля один сын бастард. И об этой семье надо начать говорить, что королем не может быть убийца. Что коронация, которая будет, это кровавая коронация. Что он не достоин быть королем. Об этом, обо всем мы должны смело, ясно, всегда говорить. Потому что это нигде не было сказано, поэтому я должен сказать. Это и есть та самая болевая точка. Они готовы говорить о чем угодно. Они готовы подставлять любого политика под любую критику. Им совершенно не важно, что там Байден падает с трапа. Не важно, что говорят, что он маразматик. На это на них не действовать. Говорить надо о Карле Третьем. И о предстоящей коронации. Что этой коронации не должно быть. Потому что он не достоин быть королем. Потому что он убил собственную жену. Подстроив эту аварию тем, что, понимаешь, изменили. Первый ли он король, который убил свою жену? А это вообще гнилая династия. То есть, эту династию надо вообще изобличать во всех ее проявлениях. То есть, там один другого хлеще. И ведь, если мы откроем историю нашей государства, повести временных лет, то и там-то все написано. Бриты, говорят, живут в Содомском греху. Там-то до этой династии еще не было. Ну, там написано, бриты живут в Содомском греху. Они не бриты, кстати. Они по происхождению вообще немцы. Ну, все равно живут в Содомском греху. Да, продолжают традиции свои. То есть, надо говорить об этой семье. То есть, на каждый удар в нашу сторону мы должны отвечать адекватным ответом. К сожалению, у нас нет вот этого информационного штаба, который вырабатывал бы эти ответы, и дальше бы пропагандисты уже работали с этим на каждом канале. Вот что хотел сказать. Хорошо. Значит, я тогда... Здравствуйте. Я тогда немножко прокомментирую, но тем более, что я, в общем, буду говорить о вещах похожих, только немножко с другой стороны. Значит, все дело в том, что не нужно делать то, что происходит само. Оно уже происходит. Проблема этой династии совершенно не в том, что она там, мягко говоря, не самого высокого качества. А проблема в том, что разрушается... Ну, как бы, она была олицетворением одного из глобальных проектов, у которого непонятно, какое будет будущее. И вот об этом надо говорить. О будущем иудейского глобального проекта. Это очень интересная тема, но мы сегодня... Я ее сегодня затрагивать не буду. Значит, а поговорить я хочу вот о чем. Значит, тут есть у нас два таких замечательных персонажа, пранкера Иоанна Лексус. Значит, они тут побеседовали с председателем Европейского Центробанка, госпожой Лагард. А я прокомментировал, значит, интервью госпожи Лагард им. Ну, собственно, желающие могут посмотреть, в интернете уже есть. То есть смех там состоит в том, что четко совершенно видно, что она Нибельмеса не понимает в теме. То есть она абсолютно типичный политический назначенец. Ну, вот в стиле Набиулиной. То есть человек, который умеет произносить типовые фразы, ну, вот отдельные, но совершенно не в состоянии их... Из них составить длинную речь так, чтобы не было потери смысла по дороге. То есть она предметом не владеет. Но она, безусловно, владеет политическим предметом. То есть она точно знает, что говорить можно, что говорить нельзя, что хорошо, что плохо и так далее. А еще они поговорили с Пауэллом. Уже была запись, и очень скоро она сейчас, очень скоро она выйдет. И там было очень интересно, потому что, ну, вопросы они задавали очень грамотные. И Пауэлл дважды поплыл. То есть было видно, что он, ну, понимает, что говорить правду нельзя, а как говорить неправду, он тоже не знает. Вот у него там ручки забегали, глазки забегали. Вот. Так вот. По этому поводу существует версия. Ну, собственно, второй раз он поплыл, когда он два дня выступал перед Конгрессом, когда там, недели две назад или три. И когда у него была последняя пресс-конференция, не то во вторник, не то в среду, в прошлую, после того, как они подняли ставку на четверть процента. Почему это повышение ставки было принципиально важным? А вот почему. Потому что ястребы кричали, поднимать надо на три четверти, потому что инфляция снова начала расти. Инфляция, действительно, те, кто читает обзоры фонда Хайзена, те знают. Я с января месяца начал объяснять, что есть симптомы, что инфляция снова начала расти. До того, как случился банковский кризис. И по этой причине она не опустилась до тех двух процентов, которые они желают, она остановилась на официальной цифре 6-7 процентов, а в реальности это на самом деле, с учетом того, что ее занижают на 5-6 процентов, где-то примерно 11-12. Это очень много. Высокотехнологичная экономика, где длинные технологические цепочки, при такой инфляции работать не может. Потому что невозможно... Что такое длинная цепочка? Это значит, что тот, кто делает, ну, грубо говоря, первые детальки, которые постепенно складываются, должен взять кредит, представляя себе, какова будет его доля в окончательной стоимости изделия, и потом, когда это окончательное изделие будет продано, ему назад вернется те деньги, которые, значит, чтобы он заплатил, как бы, проценты, и, значит, жил. Невозможно. Если у вас высокая инфляция, вы не можете предсказывать, вы тут же закладываете очень высокое повышение цены, и вся система ручится. А вот почему нельзя... Почему так активно ФРС борется с высокой инфляцией? Если бы была альтернативная шкала, вот в Бразилии, когда было в 90-е годы инфляция там за 100% годовая, ну, 80-100%, это никого не волновало. Почему? Потому что они все считали в долларах и только платеж проводили в национальной валюте. Ну и все, да, за один день, какая бы ни была инфляция 100%, за один день она все-таки незначительна. Ну и все. Инфляция официальная 6-7% не падает, поэтому ястребы говорили, надо поднимать на 3 четверти, а то и на процент. Общество в целом говорило, ребята, этого делать нельзя, потому что туда-сюда с каждым повышением на процент банки теряют 350 миллиардов долларов годовой прибыли, а у них всего там осталось где-то 600. Ну, то есть еще 2% и все. Поэтому надо что-то делать. Что делать? Мы видели, что они сделали. С другой стороны, когда начался банковский кризис, все говорят, нет, ну так нельзя, надо смягчать кредитно-денежную политику. Давайте ставку снизим на четверть процента. Значит, голуби. И всем было очень интересно, что сделает Павел. Причем не только что он сделает, но и как бы как он это объяснит, потому что для финансовой системы ключевой элемент это доверие. Если нету доверия финансовой системы, она работать не будет. Это точно совершенно. Потому что все будут закладывать риски от этой финансовой системы. Собственно, одна из причин, по которой у Запада не получилось обрушить российскую экономику, состояла в том, что у них психиатрия, что банк – это первый друг предприятия. И они, все санкции, в основном, были по платежной системе, по финансовой. А в нашей стране банк – это главный враг предприятия, поэтому от него надо максимальным образом защищаться. И в этой причине, если у него плохо, так и хорошо! И в результате ничего не вышло. А как работать с нашими предприятиями, они не знают, потому что они еще не понимают, как наши предприятия существуют. Оно не укладывается. Более того, оно и… Вот вы будете смеяться. Я не знаю, знает это или нет, но при советской власти был такой экономический жанр. Это были отраслевые экономисты, экономисты, именно экономисты, очень хорошие, которые объясняли, почему же это все все-таки работает. Вот, например, как бы в МПС они сидели в НИИ РЖД. Там всякие Лившиц, Пазамонтир и некоторые другие товарищи. Вот. И они, соответственно, объясняли, как и почему это работает. Ну, собственно, как устроена система управления в СССР, я сейчас рассказывать не буду. Как так получалось, что оно работает? С точки зрения западных методик это работать не может. Ну, с точки зрения такой. Они как бы не учитывали дополнительного административного фактора управленческого. Ну, и давайте я все-таки отступление сделаю. Значит, у меня имеется знакомый, который, когда он начинал свою деятельность, он работал сначала в каком-то министерстве, ему говорили, не, ну, соответственно, все решения принимаются в Газплане. Он пришел в Газплан, а ты его знаешь. Его Аркаша зовут. Вот. Значит, вот Аркаша мне рассказывал. Когда я пришел в Газплан, мне сказали, не, ну, все решения принимаются в аппарате правительства. Когда я пришел работать в аппарате правительства, он говорит, не, все решения принимаются в ЦК КПСС. Я пришел на работу в ЦК КПСС, а мне сказали, нет, мы тут вообще решения не принимаем. Это все правительство. И вот тут у меня получился ступор, а сколько я не понял. Я ему говорю, Аркаша, все очень просто. Как принимались решения в СССР? Собирались люди, которые, ну, имели, ну, я сейчас имею в виду идеализированную схему, естественно. Собирались люди, которые имеют отношение к решению вопроса, в ЦК КПСС, ну, или там, если вопрос более мелкий, то в более мелком партийном органе, и сидел представитель этого партийного органа, то есть в максимуме это там инструктор ЦК, или зав. отделом ЦК, или секретарь ЦК. И он говорил, так, дорогие товарищи, мы тут должны с вами за полтора часа найти решение. И дальше они между собой разговаривали, а он следил за тем, кто реально хочет на эти решения. А кто пытается из этого извлечь какую-то личную выгоду. Ну, и тем, кто вел себя неправильно, тем, соответственно, давали по башке. Обращая внимание, в процесс выработки решений он вообще не вмешивался. Еще раз говорю, это идеология, Георгий, ты согласен? Нет. Ну, хорошо, ладно. Вот. Мы принимали решение только когда, когда получали от соответствующие записки из СССР, из Госплана, и потом дальше уже... Ну, записки-то откуда брали? Да. Анализировали. Смотрели, там, какое политическое решение, куда идти. Ну, хорошо, ладно. Значит, я описал идеализированную схему. А? Нет, ну, я... Я тебе не говорю, как документы были строили. Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Идея интересная? Да. Вот. Ну, вот. Хорошо, ладно. Так вот. Надо Аркашу позвать, он работал в ЦК КПСС. Нет, ну, как бы... На здоровье. С удовольствием. Вот. Значит, дальше. Сейчас мы, как бы, возвращаемся. Значит, вот здесь надо понять принципиально важную вещь. Все эти люди, начиная от Кристин Лагард и кончая... Ну, как бы это сказать? Ну, это примерно то же самое, как отличие, да, Косыгина и Тихонова. Косыгин был способен сам принять решение. Тихонов был... Я напоминаю тем, кто молодым. Косыгин был председателем Совета Министров СССР с 64-го года по 80-й. Или по 79-й. Он умер в 80-м. А Тихонов был, соответственно, со 70-го по 85-й год, пока его не заменил Рыжков. Или 86-й. Сейчас уже не помню. Рыжков его заменил, да. Так вот, разница стояла в том, что Косыгин был способен сам принять решение. А Тихонов был способен только, прочитав официальный доклад, оценить, его можно подписывать или лучше его не подписывать. Сам он принять решение был не способен. Так вот, Кристина Лагард сама решение принять не способна. Аллен Гринспен был способен принять решение. Дальше там это все ослаблялось, ослаблялось, ослаблялось. Пауэлл это, конечно, и близко, не Гринспен. Но все-таки это не Кристина Лагард. Но, вот тут самое главное. Дело в том, что если у вас имеется машинка, ну, например, храповое колесо, которое может крутиться только в одном направлении, то вы хоть чего делаете, оно обратно крутиться не будет. модель экономическая современного Запада, которая, ну, как бы, появилась в 14-м году, потом была модернизирована в 44-м году, потом была модернизирована в 70-е годы, ну, точнее сказать, с 81-го года, она предполагает, что добавленная стоимость получается через перераспределение эмиссионных долларов. Сам процесс перераспределения может быть невероятно сложен, но это все равно перераспределение эмиссионных долларов. Ничего другого нету, особенно последнее, особенно с 81-го года. То есть, все остальное уже не просто умерло, да, умерло даже в институтах про это не рассказывают. То есть, не то, чтобы нет управленцев живых, а даже нету людей, которые про это читали. Ну, за исключением тех, которым сильно за 80-е. Почему, соответственно, все лидеры, да, от Байдена до Трампа такие старые? Они помнят, как была устроена жизнь до середины 70-х. Они уже к началу 70-х сформировались. Все остальные ничего другого, кроме вот этого монетаризма, не знают. И по этой причине модель принятия решений любых сводится к одному единственному вопросу. Уже давать отмашку печатать доллары или еще не давать. вот это объективная проблема. С ней ничего нельзя сделать. Система так устроена. Вот это колесо, которое сидит на оси, знаете, как это называется, очень сложно изменить, как это называется, если очень быстро крутится этот самый, да, то он очень не любит менять свое направление. ось. Ось, да. Гироскопы, да, вот на этом устроены принципы гироскопов. Главное, очень быстро раскрутить, потому что тогда сила, которая нужна для того, чтобы его отклонить, очень велика. Вот, так вот, фокус состоит в том, что никакого другого решения этой системы естественным образом принять не может. Любая попытка принять какое-то другое решение, даже абсолютно разумное, она натыкается на то, что оно не проходит, не получается. По этой причине, если вы посмотрите на всю историю после кризиса, ну, мы сейчас не будем говорить про 2008 год, потому что в него очень много политических аспектов было внесено, ну, вот, последних там, после 2019 года, после того, как закончились все механизмы затыкания дыр после 2008 года, они у меня все описаны в книжке «Воспоминания о будущем», напомню, она вышла в, она вышла осенью 2019 года, то есть за пару месяцев до ковида, до появления ковида. Ковид это уже внесистемный элемент, который был направлен, он неэкономический, это элемент социально-политический, смысл его объяснить обществу и миру, что виноваты не мы, виноваты оно. что-то там такое, а, это на улице, что ли? А, это машины, господи, какие дебилы какие-то. Значит, вот, дальше, все, что дальше, это вопрос о том, печатать, не печатать. Значит, до, сразу, ну, как бы во время ковида было принято решение печатать столько, сколько нужно, чтобы народ не взбунтовался. Дальше эту печать остановили, ну, потому что столько нельзя. Дальше, соответственно, инфляция подскочила. Если вы помните, что говорил Пауэлл в конце лета, осенью 2021 года, я это просто у себя в обзорах специально отмечал, потому что рост инфляции в штатах начался в конце лета, начало осени 2021 года. И тогда Пауэлл говорил, это локальный всплеск, связанный с ковидом, и сейчас мы его быстренько уберем. А я тогда написал, что этот процесс надолго. Мы оказались правы, значит, они тянули до начала 2022 года, в 2022 году они начали повышать ставку, потому что стало понятно, что это терпеть невозможно. Пик инфляции промышленной в США был в июне, по-моему, 23% там с мелочью. Вот, и дальше она стала падать, и началось реальное ужесточение. Это видно на графике денежной массы и многих других. Опять-таки, я эти графики в обзорах привожу, но их много где можно найти. Их много, кто пишет. И в этих обзорах, в этих графиках четко видно, что все падало, 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 за исключением последних трех недель, когда опять напечатали черти сколько. Значит, а дальше, соответственно, банки поняли, что так дальше жить нельзя, что это, как бы, они сдохнут вот на этом падении, а инфляция не падала до тех значений, которые были нужны Павлу. И по этой причине встал вопрос, в какой момент обратно включать станок. И вот, сымитировав банковский кризис, мы видим по итогам, что это была имитация в США. Про Евросоюз мы сейчас говорить не будем, потому что Евросоюз же чем занимается? Гальванизацией трупов. Мне Катыгава, бывший директор МВФ от Японии говорил еще на Родосе году в 15-м, что Дойчий Банк банкрот. То есть, это, и все остальные тоже, поэтому их мы даже обсуждать не будем. Вот. А в Соединенных Штатах Америки не так. И они, соответственно, сымитировали кризис для того, чтобы вынудить принять политическое решение о том, что для банков печатать можно. А вот теперь давайте смотреть. Что значит напечатать деньги для банков? Денежная масса растет, соответственно, начинает увеличиваться инфляция, а ФРС начинает через инструменты денежно-кредитной политики, повышением ставки, может быть, повышением резервных требований, эти деньги изымать. Далее они деньги банкам изымают у всех. здесь фактически ФРС вводит дополнительный налог в пользу банка. Эта тема не обсуждалась там никогда вслух. Ну, то есть, может быть, в каких-то узких кругах обсуждалась, но обсуждать то, что делается специально хорошо для банков и плохо для реального сектора было чревато. По этой причине эта тема как бы широко не обсуждалась, а сейчас она возникнет. Потому что имеет место вот это вот острое противостояние двух элитных групп, одна, соответственно, международные банкиры, которые пытаются спасти бредно-вудскую систему, а другая, это, соответственно, американские промышленники, которые придумали свой план, а именно индустриализация Аукуса. Отметим, что уже очень многие силы в администрации Байдена уже на этот самый Аукус работают, что хорошо видно по ограничению Китая, потому что я уже рассказывал, что с точки зрения экономической логики, если выбирается полин индустриализации Аукуса, то нужно решить проблему двух уже индустриализированных районов мира. Это Западная Европа, с которой мы видим, что делают, и Китай. Как мне объясняют, Соединенные Штаты Америки уже начали активно поддерживать разные антиправительственные и прочие группировки в Лаосе и в Бирме, потому что они по южной границе с Китаем. в Вьетнаме не надо с Вьетнамом у Соединенных Штатов Америки отношения прямые. И начинается, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца начнется череда локальных конфликтов в Южно-Китайском море, в Японском море. Все вот эти китайские базы, которые они там понастроили, американцы будут выкорчеваны. по одной. И я не уверен, что у китайцев хватит сил хотя бы одну из них защитить. Вот я в этом не уверен, они к этому не готовы. Хотя у них есть, ну как бы это сказать, у них есть авианосцы, но нету авианосных ударных групп, и вообще они работать не умеют, в смысле воевать. Ну мы не видели, а никто не видел. Но в любом случае вот это будет весь. При этом Соединенные Штаты Америки это уже чисто такая геополитическая штука, военно-геополитическая, несмотря на то, что у них еще действует доктрина одновременного участия в двух конфликтах, они уже давно перешли в логику полутора конфликтов, а сейчас я подозреваю, что вообще они могут только один потянуть, и по этой причине они будут в Европе свое участие закрывать. Потому что с Европой все уже понятно, то есть они уже не конкурент, а вот Китай еще конкурент, поэтому с Китаем надо что-то делать точно. Возвращаясь, и вот здесь мы оказываемся в чрезвычайно интересной ситуации. Не следует считать, что в Соединенных Штатах Америки нет людей, которые не понимают, что вся экономическая политика Соединенных Штатов Америки сводится к решению одного единственного вопроса. Так, краник открываем, краник закрываем. Совершенно очевидно, что есть еще целая куча вопросов, которые надо решать, но если внимательно посмотреть, они все сводятся к одному и тому же. Краник открыт, можно взять денежки на решение вопроса, краник закрыт, нету денежек на решение вопроса, все, точка. Значит, нужно что-то придумывать. Если мы посмотрим на попытки придумать какие-то другие концептуальные идеи, то мы увидим, что они проявились в логике, политике ограничения экспортных цен для России. Это абсолютно другая концептуальная идея. Это идея не процентщиков, это идея оценщиков. Схему с контролем над ценами, если говорить о глобальных проектах, двигали два глобальных проекта. Иудейский проект с его Британской империей и, соответственно, красный проект с СССР. Ну, большому счету, мы же понимаем, что экономическая модель красного проекта взята как раз из иудейского проекта через Маркса. Другое дело, что Сталин радикально изменил именно экономическую модель и политическую модель. Именно Сталин, не Ленин. Что дальше? Попытка внедрить элементы альтернативной концептуальщины привели к полному краху. Не вышло ничего. Почему? А ровно потому, что если у вас система рассчитана на то, что она на гусеницах ползет по болоту, то вы, конечно, можете приделать к ней крылья, но она все равно не полетит. Хотя теоретически говорит, ну давайте мы, соответственно, представим себе, что эта хреновина на гусеницах разгонится до скорости 250 км в час и при этом соответственно у нее крылья будут такие большие, что она на этой скорости взлетит. Но теоретически может быть и можно, только, во-первых, как вы ее разгоните, а во-вторых, непонятно из чего нужно делать крылья. А по этой причине вся западная конструкция, которая еще существует, Бреттон-Вудская система до сих пор действует, хотя у нее уже некоторые институты умерли, например, ВТО, ну просто умерли вообще. То есть мы непонятно зачем соблюдаем его в экспортной части, хотя в импортной нам уже все закрыли, это какой-то бред такой, но это понятно, в силу как бы вредительства конкретных чиновников, вот, но в мире эта система умерла, и не действует ни авторское право, ни, в общем, ничего не действует, все, все уже все поняли, идиотов нет. то есть соблюдается только то, что стороны решили для себя почему-то, что им это стоит соблюдать. В очень тяжелом положении МВФ и Мировой банк, Саудовская Аравия собирается продавать за юани, Индия делает валютную зону рупии, причем она договорилась, боюсь этого слова, с Новой Зеландией. Ну понятно, что Новой Зеландии скажут цыц, через какое-то время, но сама по себе эта история очень показательна, то есть это означает, что поддерживать всю систему уже просто невозможно. Даже Новая Зеландия прикинула, что в нынешней ситуации рупии ей выгоднее, чем долг. Вот такой вот ситуации абсолютно очевидна, что будут приниматься попытки создать новые концептуальные механизмы. Создать новые концептуальные механизмы можно только при условии, что старая машинка будет сломана целиком. Но, еще раз, она не может заниматься функционалом, которого у нее нет и быть не может. как это, это хороший вопрос, если слон вдруг на кита влезет, кто кого сборит. Вот вы сначала попробуйте засунуть слона на кита, а потом мы посмотрим. Абсолютно очевидно, что для того, чтобы, я сейчас не буду говорить о том, какая это будет концептуальщина, я как бы не вижу, кто ее будет придумывать там на Западе, но это в конце концов могут быть мои личные проблемы, может там сидит какой-нибудь гений, который уже все придумал. Но для того, чтобы запустить новую концептуальщину, вам надо полностью разрушить старую систему, полностью, со всеми ее механизмами и инструментами. Без этого работать не будет. Как там говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, какую партию не строим, все время получается КПСС. Почему? А ровно потому, что внутренние инструменты управления, они так заточены, что получается только КПСС. Прецепт демократического централизма еще. Ну это не важно, какие инструменты не важно, вот как бы вот. Вот у них абсолютно такая же хрень. Если ты будешь исходить из существующих механизмов, то ты все равно все будет упираться только в одно, откройте краник. Ну вот иначе никак. Вот. И вот это самый интересный момент. То есть все понимают, что рано или поздно эта система грохнется сама. Ну потому что мы находимся там в ситуации сравнимой с 1930 30-м годом уже кризис структурный начался, туда но теоретически эта система может грохнуться как в 30-м году. Да, при этом рухнет мировая долларовая система, но она вполне может остаться на уровне Соединенных Штатов Америки или там Аукуса. И тогда все, потому что эта система будет не в состоянии развиваться, потому что она развивается только когда она расширяется. А воевать они уже не могут, все, уже как бы нет на это ресурса. А что делать? Отсюда немедленно следует вывод, надо достаточно быстро эту систему быстро и управляемо разрушить. Управляемо не в смысле чтобы кого-нибудь не завалило, вот это совершенно наплевать. Управляемо это значит, что останется некоторая система власти, которая очень быстро введет новые элементы. Вот в Евросоюзе, когда это все грохнется, не останется ничего, потому что там нету власти. Она не субъективизирована и по этой причине там будет, ну не хочу сказать ужас, 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 но в общем картина будет мрачная, потому что некому на себя инициативу брать. Кто-то говорит, а вот французские военные кланы, а вот немецкая аристократия. С немецкой аристократией мы общались, с французскими военными кланами общалась Кориняна Александровна в большом количестве, а им всем один и тот же вопрос, ребята, какая у вас экономическая модель? И говорят, что? Они даже не понимают вопрос. Собственно, ну почему не понимают французские военные, французская военная аристократия, я хорошо понимаю, это еще не их дело. А соответственно, что понимают аристократы немецкие, ну вот ничего не понимают. То есть нет, они понимают, что дело плохо и надо брать глаз в свои руки. Я от них это слышал еще там в каком-то там 14-м году или 15-м, не помню сейчас. в 17-м или 16-м, в 16-м году. Или в 17-м. И тут попробовали. Да. Уже посадили. Не, посадили не тех и не за тех. Вот. Это была абсолютная демонстрация посадить тех, кто реально что-то там делает, нельзя. Бисмарка посадить нельзя. Поэтому Бисмаркам показали, ребята, не шалите. Ну это вот, ты согласен? Чистично. Чистично. Хорошо. Вот. Вот. Так вот. Нет, конечно, посадить Бисмарка можно, но очень страшно. Ну, вот. А уж Бисмарков всех вместе. Так вот. Поэтому по поводу Евросоюза у меня крайне печально. И по поводу Западной Европы. Вот по поводу Польши я не волнуюсь. Про Польшу мне все понятно. Все понятно абсолютно. Поляки будут размахивать саблями, размахивать ракетами, чем мы там там они еще могут размахивать. Вот. А потом приедут в Москву и скажут, ребят, ну смотрите, какие мы противники. давайте мы с вами договоримся и вы нас включите, ну у нас там мы там себе, вот у нас списочек требований, да, вот если вы согласитесь на это, на это, на это, на это и на это, мы входим в Евразийский Союз. Какой-нибудь есть иллюзии по этому поводу? Витя, как ты думаешь? Вот. Бизнес-майна. Да, 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 ничего, ничего личного, да, вот. Но только в наши внутренние дела не лезьте придурки. Евреев нам не ставьте первыми секретарями. Цена вопроса. А? Цена вопроса. Цена вопроса. Вот. Так что тут все понятно. Ну и с Венгрией будет такая же ситуация, абсолютно, один к одному. А все эти Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии тоже. У них мозгов нету, ну и хрен бы с ними. Ну, с чехами все понятно, да. Читайте «Браво слава Ташвейка», там все написано, как себя будут вести чехи. То есть чехи будут вести себя так же, как поляки, только поодиночке. Дешевле. Вот. А? Я говорю, нет, чехи будут плакать и говорить, что же мы такие трусы. Это цитата от чешского, да. Ну, в общем, короче говоря, все понятно. А что, мы их не видели, что ли, да? А поляки при этом будут объяснять каждому русскому, который приехал в Польшу, как они его любят. Обожают. Да. Ну, только они и сейчас обожают. Что, пожалуйста. Уже, да, они очень быстро начали обожать, потому что сначала они кричали, не надо вводить к нам танки, мы боимся вашего президента. Но как только к ним приехали те самые люди, где сейчас проводятся спецоперации, и они сказали, боже, какой кошмар. Какой кошмар. Нет, мы не можем, у нас культура. Как же так? Как же так? Да. А в Прибалтике так вообще говорят, что когда же наконец... Мы идем назад обратно. Да. Они чуть-чуть нас поненавидели, но через 15 минут... Ненавидела нас польская элита. А народонаселение... Народонаселение напугали, но они очень быстро все поняли. А в Прибалтике вообще все ждут русских танков, чтобы... Ну, хотя, ну, конечно, установите, наконец, порядок, в конце концов. И им это будет очень дорого стоить, чтобы мы жили там. Вот. Ну, неважно. А вот, соответственно, Запад, вот этот самый Ауку, Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Что с этим делать? Они должны обрушить эту систему. Более того, у меня есть ощущение, что они могли бы ее уже обрушить, если бы у них была вот эта альтернативная концептуальная модель. А ее пока нет. Но я все больше и больше склоняюсь к мысли, что они сейчас возьмут модель, такую вот, ну, как бы... Ну, они же прочитали про валютные зоны, и они уже открыто говорят, что Аукус – это долларовая валютная зона. Ну, так, аккуратно, да? И они сейчас возьмут в Аукусе модель даже не британскую, а советскую. В Британской империи контроль над ценами был между метрополией и колониями. А в СССР контроль над ценами был тотальный. Так вот, они введут контроль над ценами тотальный, но не по полному набору продуктов. То есть, они будут заставлять Австралию там продавать сырье дешево своим. Вот кто-нибудь задумался над тем, в чем состояла сущность налогового маневра, который сделало либеральное управительство, как только Сечин ушел с поста вице-премьера по ТЭКу. При Сечине было как? Цены налоги на добычу низкие и высокие таможенные пошлины. И это означает, что для внутри страны сырье дешевое, а вовне оно дорогое. А эти что сделали? Они пошлины убрали и увеличили налоги, ввели налог на добычу природных ресурсов. И в результате выросли цены внутри страны и стало выгоднее экспортировать сырье. Если сделать обратный маневр, ВТО больше нет, пошлины можно повышать. С точки зрения импортера нефти, какая им разница? Себестоимость из-за налогов или из-за пошли. А с точки зрения внутреннего развития там цена на нефть, на бензин, кстати, может упасть в разы. Ну и на все остальное. Ты согласен? С этим, конечно. Вот. Так вот. Я подозреваю, что что-то такое они будут делать. И при этом, соответственно, будет еще один барьер ценовой между, собственно, Аукус... Да, но при этом какие-то товары будут вполне себе на свободных рынках внутренних. Но вот выход из Аукуса тоже будет ценовой барьер. То есть они будут требовать от тех стран, которые будут периферией Аукуса, ну колониальной периферии, как бы в идеале, ну как бы в модели, подразумевается, что весь остальной мир будет колонией Аукуса. Такая вот британская империя 2. Ну все понимают, что это хотелки, мечталки и прочие разные фокусы. Поэтому тут даже разговаривать не о чем. А, соответственно, а так вот они будут пытаться взять под контроль часть Африки, Латинскую Америку, часть Азии. Собственно, сейчас идет схватка за Юго-Восточную Азию. Соединенные Штаты Америки должны, пускай в сильно обескровенном состоянии оставить за собой Бирму, Таиланд, Малайзию, Лаос, Камбоджу. Вьетнамом заменить часть производства дешевого ширпотреба из Китая. Вьетнам, конечно, в Аукус не включат, но тем не менее. Все-таки там много дешевых... Пакистан, скорее всего, они распилят на части. Американцы, потому что он слишком там проявляет. Ну, неважно, это мы как бы не будем. Сейчас там сложно все. Но то, что Китаю не оставят порт на Индийском океане, это точно. Значит, дальше... Да, я забыл сказать, Филиппины и Индонезию. Вот американцы пытаются оставить за собой как свою периферию. Собственно, Китаю нужно выходить со своим флотом, который вроде бы очень большой, только ни разу не воевал, выходить туда и пытаться драться. С точки зрения чистой экономики, ну, например, если они начнут копить, затопить корабли друг у друга, то, может, даже Китай будет наращивать свой флот быстрее, чем Соединенные Штаты Америки, хотя это не очевидно. Очевидно? Это очевидно. А если американцы расколошматят верфи китайские? Будут расколошматенные и американские. Ну, да. Не, ну, просто дело в том, что пока пока нету защиты от гиперзвуковых ракет, ну, я просто себе представляю, да, вот я просто если говорить о том, что американцы будут делать, если речь заходит о серьезных вещах, то я могу сказать гиперзвуковой ракетой, которой американцев еще нет, но через пару лет будет. Отказали. А? Отказали. Они уже, нет, это ВВС в рамках этого проекта отказался закупать ракеты, потому что... Разрабатывается. Разрабатывается. Не получается? Ну, не знаю. Потому что, вообще говоря, если гиперзвуковой ракетой шарахнуть по плотинам трех ущелий, то Китаю мало не покажется. Но гиперзвук есть у России, у Китая и у Ирана, а больше ни у кого нету. Ну, у Ирана непонятно, но, скорее всего, есть. Вот. И все. А, еще, прошу прощения, будет у КНДР. Вот. Вот. Кстати, в Соединенных Штатах Америки достаточно много ядерных реакторов, даже пускай и заглушенных, по которым тоже можно шарахнуть гиперзвуковой ракетой. Поэтому Китаю тоже есть что сказать. Человек... Я прошу прощения. Я прошу прощения. А ты где увидел в Китае христиан? Кто Светлолики? Будда, Светлолики. В чем здесь Будда-то? Ну, перестань. Слушай, как бы, вот у китайцев-то гуманизма ни в одном глазу нет. Это у нас есть гуманизм. У нас есть. У персов есть. Даже у корейцев есть северных. А вот у китайцев с гуманизмом плохо. Вот. Или ты не согласен с этим? Я это трудно очень понимаю. Все-таки 4 тысячи лет назначительно моложе. Они более гуманистичны относятся к своему населению, чем... Да, у вас очень гуманистичны. Китай – это единственная страна, которая регулярно вырезала половину своего населения. Слова совести нет. Слова совести нет. Бога тоже нет. Полный набор. Слова не низкая же. Между США и Китаем практически да. Практически... Вопрос времени. Да, 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 да. Но я себе представляю, да, как бы, сейчас весь разговор, чего, собственно, американцы-то боятся? Они боятся, что мы Китаю поставим гиперзвуковые ракеты. Потому что, есть ли они у Китая, то есть, китайцы говорят, что уже есть, но их никто не видел. А наши уже видели. Поэтому я считаю, что нас ждут две вещи. Да, так вот, вот эта вот логика, да, Аукус как вторая британская империя, она сомнительна с точки зрения реализации и концептуальности, но поскольку время поджимает и не будет управляемого обрушения, если оно начнется самостоятельно. А нет гарантии, что оно не начнется этой осенью. Вот нет никакой уверенности, что оно осенью начнется, но с точки зрения тех людей, которые сидят в Вашингтоне, нельзя такого рода риски оставлять без внимания. Нельзя! И по этой причине у меня есть сильное подозрение, что они могут обрушение этой самой Бреттон-Вудской системы целиком начать уже этой весной. В логике они уже много чего сделали для Аукуса. Если Вы посмотрите на спутниковые снимки Австралии, она вся дымится. Они там разрабатывают колоссальное количество месторождений в центральной части. Ровно вот под этот вот индустриализацию и по этой причине я считаю, что нас могут еще вот уже один месяц весны прошел, еще два осталось, считайте, до конца июня, три месяца. Нас могут ждать очень серьезные изменения, при этом с точки зрения американцев, именно американцев, но англичане тут сбоку. Англичане будут играть очень важную роль, когда они будут делать, строить этот самый Аукус, новую Британскую империю, а в части разрушения нет. Они будут разрушать эту систему тотально. Они будут разрушать все. Они будут разрушать систему международного страхования грузов, они будут разрушать международную банковскую систему, они будут вмешать систему рейтингов, они будут разрушать. Я, кстати, обращаю внимание, а в Англии сегодня начинается тотальное уничтожение людей с русским происхождением. То есть люди, которые приехали туда даже 20-25 лет тому назад, но которые получали хотя бы часть денег из России, из Москвы, они все объявлены персонами, с которыми нельзя иметь дело. Мой товарищ, который живет в Англии с 87-го года, и который получил гражданство в начале 90-х, потому что он там жил с паспортом СССР, ему юридическая контора, с которой он работает 40 с лишним лет, написала, сказал, мы вас очень уважаем, но мы не можем поддерживать с вами отношения, она все сделала, включая квартплату, мы не можем с вами поддерживать отношения, потому что у нас будут неприятности. Выживают пока только те, кто либо там заработал деньги, либо перевел их не напрямую из России, а путем очень сложных комбинаций, но их вычислят тоже. Все люди, у которых в паспорте написано родился в Москве, имел гражданство СССР или Россия или еще чего-то, лишаются всего. Кстати, я думаю, что нам в этой ситуации надо сделать совершенно железный принцип. Любой человек, у которого есть гражданство Великобритании или у которого было гражданство Великобритании, должно быть закрыто все. То есть должны быть закрыты все карточки, должны быть остановлены все платежи. Неравнозначно получится. Неравнозначно. Ну, неравнозначно, да. Неравнозначно. А это как во время Второй мировой у американцев, японцев и немцев. Угу. Да-да-да-да. Вот. Но это все равно нужно сделать. Другое дело, что мы это не будем делать. Мы уже гуманизм. Может, они будут сразу все отрезать? Или же вот так постепенно? Нет. Это невозможно постепенно. Они обрушат сходу. Управляемый шок. Да. И после этого они сразу введут альтернативные институты в рамках Аукуса. Всем остальным они скажут, ребята, подождите, сейчас мы их до вас доведем. Или они потеряют управление. Да. И не будут этого делать. Да. Потому что им надо сначала создать систему контроля над ценами, которой у них нет. И как они будут создать, как бы, я сейчас не, как-то не пришло еще время об этом говорить, сказать. Вот. И, как бы, и не нужно этого делать. Контроль над населением. Да. Контроль над населением. Ну, с контролем над населением все понятно, потому что населению будет сказано, что еды нет, ничего нет. то, если ты хочешь получать паёк, то вот, как бы, ты должен служиться. Ну, и все. Да. Что там, что там? Все понятно. Вот. Но это, вот это они умеют делать. Да. Это не проблема. Проблема именно экономическая модель. Вот так я вижу, ну, вот я час как раз вот говорю, да. Вот так я вижу сегодняшнюю ситуацию. Это не угроза. Это не страшилка. Это вот логический вывод из той ситуации, которая складывается на сегодня. Дай Бог, чтобы я ошибался, потому что это будет очень неожиданно. Миша, а эта модель создает условия для роста? Какая? Инновационная. Ну, вот это вот. Их, их, не я. Они, не сильно есть. Нет, а дело в том, что они считают, что у них модель инновационного роста будет, как у них эта штука-то называется, которая финансирует инновации. Швейшер. Не, не, нет. У них там контора есть специальная, которая финансирует. Фонд. Я забыл. Дарпа. Дарпа. Они будут именно по Дарпе делать. Там... Дарпа совсем для другого. Миша, она не будет здесь работать. А, подожди. А там она... На самом деле это все не будет работать по другой причине. Я сейчас ее скажу. Конечно, бы не надо говорить, но это все равно. Они уже все равно ничего изменить не могут. Дело в том, что... Они этого пока не понимают, но поймут. Скоро. Дело в том, что их система финансирования инноваций предполагает, что сделанные там за бюджетные деньги или за частные деньги инновации встраиваются в рынок и потом начинают зарабатывать. Если они не зарабатывают, они закрываются или же они являются с очень узкими оборонными вещами. Беда состоит в том, что если у вас рынки падающие, то у вас инновации не будут окупаться никакие, потому что на падающих рынках люди пытаются сохранить то, что есть, а не то, что... И по этой причине они все будут, все эти инновации будут убыточными. И дальше нужно принимать решения. Или вы их будете из бюджета финансировать, а финансировать разработку и финансировать потом уже созданную структуру, это просто совершенно разные деньги. И по этой причине это не получится. вот. То есть, но это они увидят, как только у них вот начнут вот эти вот падающие рынки. Значит, схлопывание рынков, кстати, вот даже если они устроят грандиозный бенц, они не могут себе позволить, чтобы сразу упал уровень жизни населения, ну, до уровня равновесного. То есть, они будут пытаться через элементы, вот остатки, вот это вот элементы перераспределения денег как-то стимулировать. В результате они будут получать инфляцию, разные проблемы, у них начнутся проблемы с контролем над ценами, поэтому, я думаю, где-то за полтора-два года они таки рухнут в равновесное состояние, это очень быстро. Потому что, если бы все шло по инфляционному механизму, собственно, как это все, вот обычный структурный кризис это 1% ВВП в месяц, ну, или спад, или 10% в год. С учетом того, что государство как бы отбивается, ну, 8% в год, ну, 7% спада. Значит, тогда, собственно, вот в 30-е годы так и было, да, вот оно так вот и шло. А до тех пор, пока не пришло в равновесное состояние в конце 32-го года. А сегодня, но, поскольку тогда был кризис дефляционный, то обвал финансовых рынков предшествовал, он был в 29-м году, это в АПЕ, на самом деле, 27-м и 29-м. В 27-м рухнул пузырь спекуляции со недвижимостью, ну, со земельными участками, в 29-м на фондовом рынке. Но вся инфраструктура была, включая ФРС, а тут происходит смена вот этой конструкции. И вот как это будет устроено, мы не понимаем. Если они это уже придумали, ну, собственно, вот тут-то как раз, как одну ФРС заменить на другую ФРС, это не самая сложная вещь в жизни. Может быть, именно поэтому Пауэлл так себя и ведет. Ему же все равно. А вот, соответственно, поддерживать уровень жизни, уровень жизни упадет быстро. Вот в норме, если ничего не, то, ну, как бы, сейчас спад должен быть где-то 55%. Если темпы спада 8% в год, ну, умножьте на 8. 7,8 – 56. Значит, соответственно, 8 лет. Из них полтора года уже прошло. С осени 2021 года. Значит, осталось 6,5 лет. У них, они не могут тянуть 6,5 лет. Значит, они попытаются за полтора-два года. Вы все представляете, что такое падение уровня жизни населения в два раза? Я, кстати, напоминаю, что в истории человечества не было случая, чтобы падение уровня жизни составляло больше 40% с сохранением системы управления. Если уровень жизни падает больше, чем на 40%, нужна или диктатура, или нужна, ну, как бы, вот война. Да, значит, две страны остановились на пороговом значении. США в 30-х годах. Они подошли к диктатуре, потому что ИКИС, конечно, уже, вот, уже, ну, совсем, да, значит, Рузвельтовский в ГУЛАГ, да, вот, вся вот эта вот хрень. А, и, соответственно, СССР в 90-х годах. У нас тоже было падение уровня жизни на 40%, но мы эту границу не перешли. И они не перешли в 30-е годы. А сейчас эта граница будет переедена, поэтому это будет диктатура, очень жесткая. Но тут-то мы не сомневаемся, что они справятся. Вот. Вот в этом они справятся. А вот с экономикой они могут не справиться, потому что как они будут финансировать инновации, это опять концептуальный вопрос. как их финансировать. Но я вижу только один вариант, что они берут каких-нибудь толковых мальчиков, как это было в 30-е годы, и говорят ему, ты будешь иметь все, да, вот тут у тебя тотальная нищета, все работают за миску-похлебку, а у тебя будет вилла, машина, ты будешь жить в охраняемом поселке, но ты должен сделать вот эту хрень. Арзамас-16. Арзамас-16, да, ну что, другое дело, что опять-таки сделать, они эту инновацию сделают, а вот что с ней дальше делать, потому что в рамках их модели, их менталитета это работать не будет. вот. Тут нужно рассмотреть еще, что будет происходить с рынком услуг, которые будут падать значительно быстрее, чем все остальные. А с рынком услугу? Понятно, да, это занятость населения, это куча, и дальше, как бы, вот такие структурные проблемы, которые там... вот это и есть, основной спад будет из-за падения рынка услуг практически в ноль. Вот, а, ну, собственно, останутся услуги, да, зубодеров, практологов, гинеколог, да, 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 хиромантов, хиромантов, нет, не, не, это как бы, специалисты по шкелете не очень хорошо пойдут, потому что, если у человека чего болит, он не может работать, ну, с этим ничего нельзя сделать, ну, собственно, как бы, зубодерами это все понятно, выдернул зуб, и все, нет проблем. Ну, их лечить не будут, да, совершенно верно, да, но вот, понимаешь, геморрой лечить надо, с геморройом человек жить не может, свечка, 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 ну, нет, то ли работает, то ли не работает, не знаю, как бы, вот, не знаю, не сталкивался, вот, значит, а, нет, есть, и еще два вида услуг, это электрики и сантехники, и строители. Можно вопрос? Да. Спрашивает телекомпания Тон ТВ, а кого объявят виноватыми? А нам какое дело? Какая разница, кого объявят виноватым там? Нам-то что? Все? У нас Чубайса, мы все уже знаем. А, ну, как бы, может быть, ну, как бы, судя по некоторым последним тенденциям, могут объявить виноватым Шойгу, по некоторым другим тенденциям Путина, ну, тут же, это как бы, что там? Вот, знаете, я же уже говорил, что есть соотношение, соотношение неопределенности Герцена-Чернышевского, что вопросы, кто виноват и что делает, на них нельзя ответить одновременно. Поэтому та страна, которая будет отвечать на вопрос, что делать, выиграет, а та, которая будет искать решение, ответы на вопрос, кто виноват, она проиграет. Да, я хотел сказать нашим зрителям, вопрос. У нас заблокировали один наш ютуб-канал, самый большой, и мы переключились на тот, на котором всего 100 тысяч, поэтому, пожалуйста, на телеграм-канал наш подпишитесь, клуб улицы правды, описание будет под роликом, потому что только через телеграм-канал можно отслеживать, чтобы все наши каналы и не потерять связь с нами. Еще раз вам прошу на телеграм, подпишитесь, пожалуйста. Еще вопросы? Будут? Да. Как бы могла выглядеть лента новостей в момент обрушения в рентгенции системы? Это вот к Боре. Боря у нас специалист по ленте новостей. Вот. Я просто объясню. Боря дважды чуть не стал главным редактором программы «Время». Поэтому он все знает, как устроена лента новостей. Дважды. Я говорю, два раза, да. Когда его объявят третий раз, тогда... А как Бог троицу любит? Бог троицу любит, да. Так. Следующий вопрос. Частично они поедут воевать с Китаем. Им будет сказано, ребята, вот у вас, значит, корабли, танкеры, да, мы вас туда упихнем, и вы поедете туда и будете там работать. 150 миллионов. В Австралии. Там вообще, там живет 600 миллионов. Ну, четверть там... Ну, четверть там... Меню. Меню. Лишно. Да, ну да. Ну, вот, слушай, Бог ради, когда вот этих проблем, ну, как, они вот сидят на своем острове, да, ну, то есть, в Западной Европе, и пускай что хотят, то и делают. Все. Да, ну, как бы... Это называется эффективный гуманизм. Насчет войны, которые неизбежны. Как мы знаем, что войны большие не начинаются на спаде. Так, в том-то все и дело. Нет, с точки зрения Соединенных Штатов Америки, это будет череда региональных конфликтов малой интенсивности. Вот они подошли к Атуллу, да, авианосно-ударная группа на расстоянии 200 километров. Береговые ракеты до нее не долетают. Летят самолеты. Ну, хорошо, но китайцы из них собьют четверть. Пускай половину. Но они этот... Им не нужно захватывать эту базу. Ее просто надо снести. Они ее снесут. Дальше они перейдут к следующей. И так они будут ползти. То есть, нет. А теоретически сегодня гиперзвуковая ракета, которая летит на 2000 километров, Кэнжао, может авианосец потопить. Теперь вопрос. Что мы возьмем с американцев? Куда они придут договориться? Да. Кому? Вот. Я могу сказать, почему у Северной Кореи будет это уже, потому что они очень хорошо учились у нас на физфаке. Вот. Когда еще китайцев ни одного не пускали к нам учиться, северных корейцев мы учили. Вот. А северные корейцы устроят турк. То есть, они, причем более того, с этих самых кимов хватит наглости посадить их за один стол. Тут американцы, тут китайцы. Он считает, корейцы с ракетой. Говорит, ребят, вот смотрите, если эти дадут больше, мы им дадим ракету. Если эти дадут больше, не дадим ракету. Я считаю, что это абсолютно идеальная конструкция. А я скажу, кто проиграет. Проиграют американцы. Потому что восточные цивилизации, они цивилизации торговые. Поэтому они проиграют. Вот. Потому что американцам нет. Американцы могут как бы стукнуть кулаком посту, но тут не стукнешь тут. Вот. Борис, заслушаем. Да. Да. Прошу, на сцену. Вот ты мне скажи, как это все будет? Пропагандист. Пропагандист поустрою. Ну, ты садись, я туда сяду. Друзья, для того, чтобы понять, что происходит, необходимо подняться на определенную высоту. Это все равно, что для того, чтобы выйти из густого леса, необходимо забраться на высокое дерево. Тогда можно увидеть путь, тогда можно увидеть цель. Мы не знаем ваших целей. Мы не сможем вместе с вами пройти ваш путь. Но мы можем помочь вам залезть на это дерево и увидеть ту ситуацию, ту обстановку, которая на сегодняшний день сложилась. Она не очень простая. Она, наверное, по сложности своей уникальная за сто лет. Приходите на факультет высшего управления. С нами вы станете видеть больше. субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok